Летом прошлого года по городу прокатилась шокирующая информация о двойном убийстве в одном из домов по улице Привокзальной. Тогда пятеро саровчан избили мужчину и женщину, а прибывшие на место медики лишь констатировали смерть жильцов квартиры. В отношении группы мужчин возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса. То есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А также разбой, нападение в цели хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших. Обвиняемые предстали на скамье подсудимых уже в сентябре этого года. Это первое дело в Саровском суде, которое рассматривается с участием присяжных заседателей. По закону в уголовном процессе с участием присяжных профессиональный судья решает юридические вопросы, такие как назначение наказания, возмещение ущерба и иные. Присяжные или по-другому судьи факта решают вопрос о доказанности деяния, виновности подсудимых. И заслуживают ли они снисхождение, если вина все-таки будет доказана. Вердикт присяжные выносят без объяснений. Юридической ответственности за него они не несут. Его может отменить суд апелляционной инстанции, лишь только по мотивам нарушения процедуры вынесения вердикта. В основной состав коллегии присяжных входит шесть человек. Перед началом работы судьи факта обязаны принять присягу. На них запрещено оказывать воздействие, присяжному нельзя вести собственное расследование. Всю информацию по делу они могут получать только в стенах зала судебных заседаний. После того, как стороны предъявят свои доказательства, сторона защиты, сторона обвинения, будут допрошены обвиняемые в судебном заседании. После того, как стороны выступят с прениями, суд выступит с напутственным словом перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату, ими будет постановлен вердикт. То есть вердиктов может быть два – это обвинительный, оправдательный вердикт. Вердикт присяжных определяет дальнейший ход дела. После его оглашения все юридические вопросы, в том числе и о назначении наказания, решает судья. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...